Эта награда поистине легендарна. Орденом Победы в 45-м был награжден маршал Константин Рокоссовский. Дальний Восток увидит экспонат впервые. И не только его. Во Владивостоке также представили статут, подписанный императрицей Екатериной II. Мы впервые показываем издание статута Святого Георгия, подписанное Екатериной II 26 ноября 1769 года об учреждении ордена. Этот статут хранится также в нашей коллекции. И оригинального статута никто не увидел. Впервые увидите вы. Музей имени Арсеньева с гордостью экспонирует раритеты и собрания музеев Московского Кремля. Новый проект «За службу и храбрость. Награды России» представляет период с конца 17 века до настоящего времени. А это значит, жители и гости Приморья получают возможность познакомиться с бесценными государственными символами эпох Российской империи, СССР и современной России. Сдержанное оформление залов Приморского музея ярче подчеркивает пышность и блеск орденов. Фон для каждого раритета сделали черным, в цвет мундира. Нам показалось, что чрезвычайно важно привезти сюда награду, которая принадлежала самому Петру. Это орденская цепь, которая первый раз покидает стены Кремля. Эта часть выставки посвящена императорскому периоду. Звезда коллекции – знак ордена святого Андрея Первозванного, который принадлежал Петру Великому. Здесь же представлены атрибуты придворного церемониала и иконы с образами святых покровителей российских орденов. Это лучшая коллекция орденов, которая существует в мире, поскольку она включает в себя не только важнейшие и редчайшие ордена, но и ордена, принадлежавшие русским императорам и иностранные ордена, которыми были награждены русские императоры, а также чрезвычайно редкую коллекцию орденов, таких как, например, ордена Победы. Посетители выставки собрания музеев Кремля узнают о наградной системе Советского Союза, которая стала новаторской и для отечественной, и для мировой традиции. Увидят знаменитые боевые награды – ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского. Эти атрибуты доблести напомнят о славных страницах отечественной истории. Наряду с раритетами Российской империи и СССР на выставке можно познакомиться с наградами России. Они демонстрируют преемственность с орденской системой дореволюционного и советского периодов. Нам это кажется чрезвычайно важным, во-первых, потому что в нашей большой стране не у всех есть возможность побывать в столичных музеях. И все мы знаем, что изобилие возможностей, которые предоставляются, даже если есть возможность поездки, вероятность того, что мы встретимся именно с этими экспонатами на площадке музеев Кремля в Москве, она минимальная, а в случае с некоторыми экспонатами равна нулю. Увидеть все эти сокровища – возможность для жителей Приморья уникальная, ведь до этого награды никогда не покидали стен Кремля. И на четыре месяца они переехали во Владивосток, где их никогда не видели, а, возможно, и не подозревали об их существовании. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Дмитрий Беломесов, Игорь Беломесов, Игорь Беломесов, Игорь Беломесов.